включение друзья итак продолжаем сборку пушечного отсека после покраски я уже кое-что сделал самостоятельно подкрасил вот эти вот приборы и с одной стороны имитировал проводку но и наклеил от травленных здесь вот эти вот накладки они у нас были уже в цвете поэтому я их наклеил и как вы помните я показывал наборчик отравления травленных проводов от компании эдуард да но они правда для другой модели для труб петровской и первоначально я хотел испробовать точно попробовать применить именно эти провода но вот например для вот этого отсека вот кусочек вот эта часть видна до левая из вот смотреть с этой стороны вот право я пытался сюда как лица примерить вписать но ничего мне не вышло во первых она достаточно жестко и плохо ложится то есть с укладкой и во вторых она про сюда не влезала видимо все таки у трампетерской точнее да у трампетерской модели видимо вот этот вот отсек сделал немножко по-другому вот поэтому ничего не осталось сделать как имитировать проводку из проволочки я использую проволочку такую вот 0 3 черная и медная вот 0 2 миллиметра значит вот эти вот проводочки делались из 2 проволоки а вот эти вот два проводочка которые пока у нас так вот болтается это будут подходить вот непосредственно к пушкам я уже просверлил отверстие то есть вот примерно в этом месте она будет вставляться после того как пушка будут установлены на свое место вот ну в принципе не задумал показывать не показывать момент но давайте наверно сейчас сделаем под камеру вот эту часть просто покажу процесс довольно такой нудноватый можно сказать вот рутинный вот но тем не менее значит предварительно я просверлил сверлышком 0 3 отверстия вот в этих приборах 4 отверстия здесь 4 здесь и вот в этих вот блок тоже соответственно одно отверстие вот здесь вот для одного проводочка 1 здесь значит по фотографиям я посмотрел ну там проводка намного конечно богаче и намного сложнее но тут для себя не ставлю целью примут скопировать полностью матчасть вот просто обозначим дабы немножко скажем поинтереснее смотрелась наша модель вот ну как то так в общем так ну что давайте приступим значит такой один еще момент сразу скажу у нас вот эти вот видно вы штамповки то есть полы внутри поэтому вот эти отверстия удалось просверлить скажем так насквозь вот это чем хорошо то что сначала мы фиксируем конец вот там где у нас заканчивается проводка то есть например этих приборов а уже второй конец будем подводить сюда и в таком случае его легче здесь можно туда-сюда подвигать то есть подрегулировать проще так ну что ж давайте приступим так для начала надо будет сейчас готовить клей клею на супер клей проводку так ну и давайте начнем так значит вот этот один проводок делаем примерно так запасиком я думаю обрежем раз и сюда же один два так и сразу давайте вклеивать так прошу прощения немножко выпадаю с кадра так готово значит теперь пока эти проводочки сохнут нужно сделать еще вот сюда два проводочка то есть я сделал таким образом то есть из каждой выход у нас по четыре провода значит два отсюда идут сюда верхний прибор два идут из верхнего сюда вниз и два идет один вот в этот и второй вот сюда ну вот как-то так по мотивам скажем так так здесь нам примерно вот так я там внизу тоже немножко наметил шилом отверстие чтобы эти проводочка у нас туда хорошенько заходились немножко держались и вот здесь вот наверное сейчас немножко схватится я думал здесь вот их тоже можно прихватить вот так вот потом мы их заведем непосредственно уже в этот прибор так но пока они у нас сохнут можно наверно вот этот вот провод потихонечку заводить в принципе медная проволоку достаточно тоже так нормально укладывается без особых скажем так сильных проблем в этом плане конечно лучше всего наверное припой вот но я думаю что в этом случае и проволоку тоже неплохо найдет так теперь давайте наверно вот эти два заведем в этом плане так все второй зашел отлично вот так вот пока у нас все получается так ну теперь в принципе нужно сделать два проводочка отсюда сюда нарезаем проволочку нарезаем проволочку нарезаем проволочку нарезаем проволочку все вот в принципе вот это тот место можно сейчас хорошенько пролить клеим так ну дадим немножко подсохнуть значит значит далее стало как все проволочки у нас высохли я их подкрашил вот таким цветом это мастер акрил бежевый номер 29 от звезды ну и вот по по одному проводочку там воды тоже старым звездовским акрилом номер 12 ну согласно вот тому что у нас в отравлении дается примерно вот такого же цвета так ну что у нас пробуем пробуем завести за пушистит бая 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 ну м а а по к так ну вот в принципе здесь у нас все получилось тоже фиксирую так и теперь нам нужно вот два кусочка черной проволоки так ну вот готово теперь можно проволоку подкрасить для этого немножко сейчас ее обезжирим вот эту можно немножко приподнять чтобы проще было потом уже после окраски ее немножко прижать так ну как я говорил бежевый номер 29 мастер акрил так первым словом прошлись теперь можно вторым убираем непрокрасы где у нас в чем блестит ну вот вроде бы получилось нормально кое-где там ляпнул но это потом подкрашу так и теперь пару этих самых проводов нужно подкрасить нам красными пометить красной краской старое акрил от звезды я уже не знаю сколько ему лет выбрасывать жалко а так вот иногда для таких вот мелких каких-то работ пригождается так и у нас первый третий контакт помещается контакт помещается сейчас пока значит сейчас я дам наверно этому делу немножко просохнуть и потом я думаю что можно будет уже собирать пушки вот пока вот честно говоря не очень не знаю думаю все перекрашивать их не перекрашивать не очень сейчас нравится этот цвет хотелось немножко потемнее но в принципе ничего страшно в общем я думаю что если что во первых буду делать еще смывку вот вот может быть притонирую смывочкой либо притонирую немножко жидкоразведенной краской опять же раненая стала вот так она еще подумал может быть ей пройдусь просто разведу ее пожиже с водички чтобы она как смывка примерно была и пройдусь и мне кажется должно быть неплохо неплохо типа типа вот фильтра смывки такой вот эффект получился вот но это пока оставляем сохнуть я думаю что наверное надо будет задуть вот это все дело лаком для начала прежде чем смывать прежде чем собирать все остальное наверное задуть что сделала глянцевым лаком и сделать смывку тоже а потом уже собирать все остальное так ну ладно на этом пока тогда прерываемся и и и и и и